Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В наш лексикон как-то незаметно в последние два-три года вошло такое замечательное слово «абьюз». Употребляют его где только не попадя, употребляют кто только не попадя, употребляют в СМИ, в интернете. Вдруг тема какого-то насилия, домашнего насилия, насилия в обществе стала какой-то очень знаковой и доминирующей. Все в той или иной степени обсуждают эту тему. Три года назад это слово не использовалось, по крайней мере, внутри церковной среды. Но сейчас нет-нет, где-то проскакивает, звучит это слово, что вот в церкви в том числе есть определенный абьюз. Ну или, говоря по-русски, нам более привычным словом, есть некоторое насилие. Мы решили собраться в студии и поговорить о том, действительно ли он есть. А если он есть, то как его избежать? А может быть он нужен вообще в церкви, и без него церковь немыслима, и тогда нужно принять этот самый абьюз как нечто вполне себе само собой разумеющееся. А если это не норма и не естественно, тогда какие отношения внутри церкви, между людьми будут правильными, будут здоровыми? Говорить об этом мы будем с нашим гостем, отцом Николаем Зининым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Сейчас вот мы находимся в преддверии праздника Троицы, праздника Пятидесятницы. Мы к этой теме по-разному уже подступали. Мы говорили о богословии церкви, об экклесиологии. Мы говорили о том замысле Божьем у церкви. Но редко когда мы вообще поднимали тему взаимоотношений людей внутри церкви, отношений священника с посомами, посом их к священникам. Вот в прошлом году у нас был такой с вами здесь в этой студии эксперимент. Мы попробовали сделать такой живой разговор. Тогда у нас было трое. Сегодня мы попробуем сделать этот разговор на двоих. Когда просто без, может быть, лишней какой-то патетики, без лишнего пафоса, мы попытаемся поговорить о вещах достаточно близких людям. И, может быть, потому и близких, что они часто отпугивают. То есть они бы с радостью, может быть, и пришли, но боятся вот этого самого абьюза и насилия. И поговорим о том, собственно, вот как Господь церковь-то задумывал именно с точки зрения отношений людей внутри этой церкви. Чего бы он хотел в ней видеть, чего бы он категорически в ней видеть не хотел. Ну, проанонсируем сразу для наших телезрителей, что нас ждет несколько разговоров в контексте этой темы. Мы ее постараемся максимально полновесно осветить. Ну, а начать, как всегда, с каких-то простых вещей хотелось бы. И очень личных. Вот похвастаюсь и заодно и похвалю. Передачи про отцовство, которые мы провели в прошлом году по рейтингу, они сейчас на данный момент самые просматриваемые в соцсетях в том числе. И, видимо, народу нравится, когда мы говорим просто о вере и когда мы говорим именно на максимально приближенной к ним темы. Давайте начнем с какого-то, может быть, простого. Вы вообще, когда свой путь начинали, будучи просто христианином, мирянином, не священником, сталкивались с абьюзом? Вот с этим вот каким-то насилием в отношении себя самого? И каково вам было? Может быть, сталкиваетесь сейчас? Ну, то есть, как вы видите, эта тема вообще актуальна? Следует ее действительно как-то обсуждать? Или это надуманное нечто? Я думаю, что тема насилия, она актуальна и в обществе, и, соответственно, в церковной среде. Но мой личный путь веры как-то без него прошел. Скорее, сейчас, вглядываясь в прошлое, я могу сказать, что это насилие, оно присутствовало на внутриличностном уровне. То есть, у меня была потребность, ну, как-то принизить себя, что ли, как-то сделать себе плохо. Вот. Поэтому скорее, скорее вера в Бога мне немножко помогла эту хватку ослабить. Вот. Но вот такого, чтобы кто-то... То есть, я сам... Мне это было необходимо, ну, чью-то власть над собой почувствовать. Вот. Но, слава Богу, никто из священников, с кем я взаимодействовал, они этим как-то особо не пользовались. То есть, тут, наверное, вопрос личной гигиены священства, то есть, личного понимания, что человек вот в такое, в созависимом каком-то, в зависимом состоянии. Мой папа был алкоголик, поэтому, наверное, какой-то такой большой элемент созависимых, созависимости, ну, присутствовал. Вот. Ну, мне было в радость, как бы, то есть, то, что, может быть, кто-то назвал бы, да, то, что там я какие-то работы там постоянно делал, но мне это было как бы в радость. То есть, это вот внешний труд какой-то бесплатный, он мне помогал отвлечься от внутренних каких-то напряженностей своих. Поэтому я, то есть, получается, что сам человек может и не считывать эту ситуацию как какую-то насильственную, а внешне она вполне может так выглядеть. И здесь вот, наверное, сложность нашего разговора в том, что одно и то же явление по-разному будет считываться изнутри и снаружи. То есть, снаружи мы можем сказать, ай-яй-яй, это что-то плохое, а изнутри человек так, ну, вот, деформирован внутренне, психически, что для него это самое то, что, может, необходимое для него в данной ситуации. Ну, вот тогда естественный вопрос, если вот опять же возвращаться к некоторому божественному замыслу о церкви, а какие отношения, собственно, сам Господь вот видит внутри церкви? То есть, для чего он ее создал? Ну, как-то мы более-менее разбирались там в прошлые года. А для чего церковь вот людям и, ну, чего бы он не хотел, чтобы в церкви было, и чего бы он хотел, чтобы, наоборот, воссияло и было бы приумножено? Как вам кажется? Вот, туда надо разделить, наверное, вот, как я эту вижу проблему, этот вопрос, есть вопрос власти, иерархии власти, пирамиды власти, которые порождают проблему насилия, ну, самим фактом, да, то есть, то, что даже так общество наше построено, и без этих каких-то структур, наверное, пока мы не можем существовать, и, может, еще долгое время не сможем, но есть, и это как бы с одной стороны, да, то есть, мы можем сказать, что насилие в какой-то мере необходимо, то есть, у нас есть полиция, внешние там войска, да, то есть, и мы не можем сказать, давайте там все это распустим там, да, то есть, каждому хочется ощущать какую-то безопасность, но при этом он платит вероятностью там какого-то насилия. В том числе и над собой тоже, как апостол Павел говорит, меч носит там, страж порядка, да, но этот меч может и на твою голову упасть по каким-то причинам. А с другой стороны, Христос как-то очень ярко и намеренно эту пирамиду отвергает властную, и пытается как-то из этой структуры наше сознание вывести, но настолько это сложно. И вот к первому вопросу, там, о личном опыте, да, опять же-таки, это я так вижу сейчас Евангелие, да, для человека, которому важен этот компонент насильственный или компонент там властной, да, властной какой-то структуры, он в Евангелии увидит именно это. То есть у него не будет образа Христа, который отвергает властную, но сам образ Христа, умывающего ноги, говорит, между вами не будет так. То есть у вас так принято, что старший сидит на голове у подчиненного, а у вас тогда не будет, а вот если хочешь быть, то есть вот сами эти слова, они же тоже нами лукаво могут восприниматься. Да, вот Христос говорит, если хочешь быть большей, то будь всем слуга, да, и человек думает, ага, значит, я хочу быть большим, я буду слугой. То есть он не воспринимает эти слова как абсурд, а воспринимает как инструкцию к действию, чтобы стать у тебя над головой, я должен тебе прислуживать. Вот, а для меня эти слова не инструкция, как стать выше, а отвергание вот этой эволюционной гонки за лидерство, что я должен быть лучше тебя, и поэтому какие у меня инструменты, вот духовные инструменты, я должен быть тебе слугой. Вот, поэтому восприятие Евангелия, оно зависит от, вот возвращаясь, скажем, к моему опыту, да, то есть моя вера, я так сейчас это оцениваю, прошла путь от Бога жесткого и деспотичного, и всемогущего, всесильного, который будет меня судить и карать, до какого-то другого образа. То есть вера на самом деле жива, и она ищет пути как-то, да, вот образы, но, скажем, 20 лет назад это было необходимо. То есть моя тревога по поводу этого мира, его такой нестабильности, внезапности, жестокости, несправедливости, она была так высока, что нужен был такой Бог, вот как полицейский, который наведет порядок. И мне было где-то даже сладко себя там бить, там корить, вот считать самым последним грешником, то есть вот это вот легло, вот такое монашеское восприятие. А вот вообще хорошо, что возникла эта тема. Мне кажется, мы, в общем-то, наступили или наступаем иногда на те же грабли, что наступали иудеи времен Христа, и за что они, собственно, от него получали осуждение. Сейчас мы как бы говорим, что мы не иудеи, мы христиане, но делаем фактически, только там не было церкви как термина, как института, но был богоизбранный народ. Вот. Сейчас мы говорим, что этот богоизбранный народ называется церковью. Поэтому, в сущности, то, что иудеи делали со своим богоизбранничеством, мы делаем сейчас то же самое с церковью. И мне кажется, мы очень исказили само понимание церкви, сделав его грехоцентричным. Вам не кажется, что это вот одна из форм такого абьюза духовного, когда человеку, приходящему в храм, вступающему в церковь, как в собрание верующих, первое, о чем говорят, это говорят не о Христе и не об отношениях с Ним, а говорят о том, что ты грешник, все, что есть в тебе, все зло. Но ты весь, как вот недавно мы читали евангельский отрывок о слепце, весь ты в грехах родился и нас ли ты учишь? Вот. То есть, в какой-то момент вот человек, вступая в церковь, усваивает именно такие социальные роли, что я маленький, ничтожный, грешный. И, в общем-то, какое там обожение, какой там эсихазм, какой там фаворский свет, мне бы разобраться со своим мельчайшим. И мы как бы делаем человека маленьким и церковь через это маленькая, как вам кажется. Вот если не грехоцентричным, то есть ли какие-то пути выхода, ну то есть какое все-таки понимание церкви, оно было бы более правильным? Ну, здесь, я думаю, не будет для меня универсального ответа, потому что для меня там 20-летней давности это было хорошо. Что-то я понял, что я грешный, да. То есть я нашел какой-то еще один компонент, скажем, недовольства собой, которое уже и так было. Да, то есть любой человек в подростковом возрасте и даже старше, в чем-то, ну в подростковом особенно, наверное, да, там и прыщи, и то, и все, и никто тебя не любит, никто не понимает. И оно как-то ложится. Но до того, как я верил, я просто так, ну как бы, получается, беспроглядно себя гнобил, и это тяжело проживать. А когда ты гнобишь себя вот с духовной точки зрения, то у тебя все равно там есть надежда, что вот за это тебя-то Бог и простит. То есть какая-то вот, ну потому что просто когда ты замкнут сам на себе, да, вот это вот внутреннее насилие, скажем, то там выхода как бы и нет. Может быть отсюда какая-то подростковая суицидальность вот такая. Потому что ты понимаешь, что все плохо, а выхода нет. Это вот тяжело на самом деле даже взрослому человеку проживать такие состояния. А здесь у меня появилось какое-то окошко надежды, что да, я себе, конечно, да, я грешник во всем и во многом, вот. Вот, но ведь если ты признаешься, да, раскаешься, то Бог-то тебя простит. И вот эта вот надежда на прощение, оно как-то немножко подсвечивает, разукрашивает вот эту вот унылую, как бы, атмосферу и дает какой-то воздух, такое-то пространство. Поэтому для человека вот в таком состоянии это все-таки выход. Ну, я правильно понимаю, вот я сейчас опишу то, как я это со стороны услышал, увидел. А вы поправьте, если я, может быть, в чем-то ошибся. Что, к сожалению, мир устроен так, что в нем властвует, ну, то, что мы с вами до эфира обсудили, невроз. То есть есть некое невротическое состояние. Но только, опять же, мы сейчас про невроз будем говорить, ну, так, в таком более бытовом ключе. Потому что есть, конечно, клиническая психиатрия и невротические состояния. Там, если они запущены, если они патологические, если они хронические, если они бесконтрольные, они лечатся уже медикаментозно. Это психиатрия, это мы туда лезть сейчас не будем. Но невротическое состояние, оно знакомо всем нам. То есть это вот какие-то внутренние тревоги, внутренние страхи. Но то, что вот вы описали в своем случае, да, что я осознал себя, там, нелюбимым, грешником. Или там, может быть, причинно-следственная связь такая, что я грешник, потому нелюбим. Ну, короче говоря, мы вот с этими неврозами приходим внутрь церкви. И мне кажется, главный месседж церкви внутри, то, что как раз вы через некоторое время расслышали, что да не заморачивайся ты вот на этом. То есть не делай ты акцента на этом, не тревожься. Есть тот, кто любит без условий, есть тот, кто любит тебя в качестве некоторого кредита, вот, доверия. То есть, ну, как апостол Павел, да, писал, мало кто за доброго готов умереть, вот, а Христос за нас распялся, когда мы еще были грешниками. Это вот главный, мне кажется, посыл церкви. То есть, и, может быть, вот, если церковь и грехоцентрична, то, может быть, нам нужно какое-то другое дать понимание греха. То есть, обычно-то ведь мы понимаем грех очень примитивно. Ну, я бы не сказал, что церковь грехоцентрична. Ну, вот, просто это восприятие, оно начальное, ну, такое вот, да, то есть, как вы сказали, все приходим с неврозами, с какими-то своими проблемами, и это может быть, ну, мне лично так вот было ближе к этому прийти. То есть, это первое, к чему ты притягиваешься. И то, когда ты понимаешь, там, что Бог тебя любит, безусловно, это для меня уже была какая-то, там, я не знаю, десятая, двадцатая ступенька. То есть, это не следующий этап для меня был. И здесь вопрос того, что мы конструируем образ Бога из тех материалов, которые есть. То есть, только отогреваясь в любви, человек может прийти к Богу любви. Если этого теплоты и любви нет в жизни, то он может вот в этом образе жестокого, деспотичного Бога и всю жизнь, в принципе, прожить. Может быть, даже отвергнув под конец вообще идею Бога, потому что, ну, не пришел к чему-то более живому. Поэтому тут такая лесенка очень достаточно длинная к тому, что к Богу, который, безусловно, тебя любит. И мы видим даже в Евангелии, что там несколько образов Христа. Образ Христа, судьи, там, и, ну, такой достаточно ветхозаветный, да, и образ Христа, который говорит, что Бог посылает дождь и направит... То есть, Бог, Христос дает образ Бога, который не делит людей на праведников и грешников. И это тоже вот до сих пор трудно принять людям, что вот ветхозаветный образ Бога, он все-таки ближе, потому что он растет из вот этой точки некой справедливости, да, вот, что это же тоже такое, наверное, как лекарство невроза, да. Да, мне тревожно, вот, грешники процветают, но настанет день, когда выровнят Бог, да, и их накажет, а меня наградит. Вот, и... Можно провокационный уточняющий вопрос? Хотели бы вы, чтобы ваши дети прошли тем же путем богопознания и богословия? Ну, то есть, считаете ли вы, например, что вот... Вот стопроцентно надо пройти те ступени, которые прошли вы, этапы? Я думаю, что... Чтобы, например, Сережа ваш, старший из сыновей, чтобы он, ну, вот, там, пожил в неврастическом состоянии, вот, посчитал себя самым, там, грешником последним, пусть он пока не испытывает некого абьюза, некого насилия со стороны внешней системы, он сам себе абьюзер, он сам себе жертва, он сам себе насильник, вот, он себя изнасилует, а потом уже лет через 15-20 он придет к тому, к чему пришел его папа, что вот такой на самом деле. Ну, я думаю, что, наверное, с одной стороны это неизбежно, а с другой стороны это невозможно, потому что понятно, что когда ты сам в образе бога-деспота, то есть, вот, я вспоминаю ранний возраст Сережин, первого сына где-то вот два года, вот, он не убрал игрушки в два года, и я считал, что он должен смиряться передо мной, потому что я папа, я отец, и я как мог его смирял, но это было жестоко, и потом уже понимаешь, что смирение — это что ты смиряешься и учишь смирению, а не то, что ты кричишь и заставляешь силой там ребенка что-то делать. Поэтому какие-то деформации я уже передал, ну, скажем, к сожалению. С другой стороны, тот опыт, который сейчас я проживаю, он все равно что-то исправит, то есть это уже не будет тот же мой, ну, как бы копия моего пути, это будет какой-то другой путь, но какие-то вехи, я думаю, они будут проходить. С другой стороны, вот я понимаю вашу тревогу за детей, да, вот как же мы тогда их так деформируем, да, вот, но это какие-то, вот есть скала, образ у меня такой скалы, и если она будет абсолютно гладкой, вот, идеальной поверхности, то ты на нее не заберешься. То есть вот мои какие-то деформации, мои какие-то там неправильности — это те щербинки, ямки, за которые он может ухватиться, поднимаясь до выше. А если, ну, это проблема, потому что я наблюдаю, когда идеальные родители вот во всех вопросах, да, а ребенку не за что ухватиться, он как бы может себя потерять. Поэтому, ну, я, может быть, так опять свою тревожность, да, успокаиваю по поводу того, что я не идеальный отец. Но вот немножко, если вернуться к вопросу, как бы Христос это видел, да, Да, вот. То я бы, наверное, думал, ну, вот, во-первых, он отвергает саму идею для меня, да, вот опять мы говорим о Христе, о образе Христа во мне сперешнем. Он отвергает пирамиду власти, он говорит, что можно без этого. Он говорит, что вот я ваш учитель, и Бог, как вы меня там господин называете, но я вам буду умывать ноги. И даже то, что Петр пытается как-то этому сопротивляться, показывает, как это в нас сильно желание, то есть это как попытка там свергнуть власть, да, и Петр пытается эту пирамиду удержать, говорит, ты никогда этого не сделаешь. И Христос, конечно, как бы его переубеждает. Сейчас вот обыватель нас смотрит какой-нибудь, не слишком выцерковленный, он так, так, стоп, стоп, не понял. То есть все-таки идея того, что я могу верить дома, вне церковной иерархии, вот есть Христос, вот есть я, я назвал Христа своим Богом, вот, я читаю его писание, я к нему молюсь, я дома индивидуально там каким-то образом совершенствуюсь и устраиваю какие-то свои внутренние аскетические практики. Вот это получается что, правильно? Такой неожиданный вопрос, я вроде об этом не говорил. Вот, что имеет в виду Отец Николай? Ну, потому что, когда мы говорим, что Христос как бы отвергает иерархию... А, нет, я имел в виду, что нет. То получается, входя в церковь, ну, одно из первых, что человек видит и слышит, он как раз видит и слышит иерархию. Нет, я имел в виду, конечно, не эти отношения. Смотрите, дело в том, что сами беседы Христа с учениками, они не предполагают больших групп. То есть он говорит двое, трое, где там вот. А то, что церковь выросла в большую структуру, и поэтому так же, как мы с этого начали, что большие структуры социальные не могут без иерархии. И мы еще, когда к этому, может, и не придем, никогда. Поэтому я, говоря, что Христос отвергает иерархичные отношения, наверное, правильнее было бы сказать, да, что он их немножко пытается обесценить. Вот. То есть мы должны два фокуса иметь. Первый фокус на том, что церковь, как большая структура, не может без иерархичных отношений. А второй фокус на то, что они должны нами восприниматься иначе. Хотя бы. То есть мы их принимаем как некую уступку тому, что это плата за большую структуру, что у нас миллионы верующих. Вот. А не двое, трое. Поэтому я не против церковной, в том числе иерархии. Я просто как иллюстрация того, как бы на это посмотрел Христос. То есть вот сам его образ там. У нас же сохранились даже такие обрядовые действия. Великий четверг все епископы, митрополиты, даже сам патриарх умывают ноги ученикам в образе Христа. Вот. Но я думаю, что тут важно именно не просто обрядовость эту сохранять, а сохранять смысл этого действия, чтобы каждый человек, находясь на какой-то определенной иерархической ступеньке, даже батюшка, да, потому что у настоятеля тоже определенная, как бы, иерархическая ступень, да. То есть каждый человек на своей этой ступеньке иерархически понимал, что он равен, что он не выше. А сама вот эта структура, она больше для именно взаимодействия, ну, как каких-то хозяйственных нужд, потому что рулевой нужен, ну, да, там элементарно, там, я знаю, у вас вот нужно сделать ремонт храма, да. То есть это должен делать, ну, это эффективнее, когда есть кто-то, кто руководит этим процессом. Это не может быть аморфной структурой. И анархичной, да. Да, поэтому, с одной стороны, иерархия необходима, с другой стороны, я считаю, что люди, находящиеся на ступенях этой иерархии, они должны осознавать, ну, в чем-то для себя немножко это обесценивать, чтобы не возноситься куда-то вот во властные какие-то вот эти... Я предлагаю об этом поговорить чуть позже, потому что вот, ну, опять же, несколько анонсируя то, что будет дальше, как мы будем выстраивать наш диалог дальше, в следующий раз мы с вами поговорим о именно формах абьюза в системе отношений духовный отец-послушник, пастырь-пасомый, священник-мирянин. И то, собственно говоря, почему эти такие абьюзерские насильственные отношения входят в ткань отношений между людьми, почему они воспринимаются как естественные и так далее. А впоследствии мы поговорим с вами о здоровых отношениях. Это вот, мне кажется, то, о чем вы сейчас сказали, ну, такой зацел на будущее. Сейчас вот я бы все-таки... у нас осталось не совсем много времени. Если бы я все-таки попросил вас сформулировать, вокруг чего церковь и какого центра человек, входящий внутрь церкви, должен искать? Если это не грех, если это не своя падшись, то что? Ну, Христос. Да. Центр — это Христос, сама его личность, его свет. Потому что многие вещи, которые он произнес, до сих пор нами не восприняты. И это свидетельство того, что человек до этого не смог бы догадаться сам собой. Например? Ну, вот, ну, та же, та же вот, как бы, идея обесценивая пирамиды власти. То есть это совсем не очевидная вещь. Это даже, ну, какая-то такая псевдореволюционная, можно сказать. Вот. А то, что касается грехоцентричности, здесь, я думаю, проблема в том, что многие, входя в церковь и в том числе уже пребывая в ней, некритично воспринимают писание святых подвижников и монахов, аскетов. То есть что я имею в виду под некритично? То есть не делают скидку на время, на эпоху. Вот. И как я вижу эту проблему, да? То есть человек имеет некое ощущение Бога каждый, да? Но монашеская традиция склонна, как бы, обесценить личные переживания и довериться тому, у кого эти переживания выбираются за эталонные, да? Так называемый духовный отец. Вот. И вот эта вот идея посыл на обесценивание личных переживаний, оно перелагается людьми, воспринимается как, ну, правильный путь. Но когда мы начинаем здесь искать, где взять эталон, мы теряемся. И вот тут мы поставим многоточие, потому что об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо, отец Николай, что были с нами. Дорогие друзья, в следующий понедельник присоединяйтесь, будет интересно. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова